О том, что КАМАЗ силами своего дочернего предприятия строит электромобиль, мы рассказывали неоднократно, хотя подробностей о ходе проекта по-прежнему крайне мало. Сейчас акционерное общество КАМА представило логотип бренда Атом, под которым планируют выпускать электромобили. Чёрный символ в сине-зелёной окружности очевидно напоминает букву А и указывающую вверх стрелку. Однако заложенный создателями смысловой пласт намного шире. Это олицетворение и цифровой сущности современного автомобиля, и искусственного интеллекта, и социально-цифрового пространства, причём приведённый список далеко не полный. Было что-то про глубину и разнообразие нового HMI-опыта, что бы это ни значило. Какой будет продукция АО КАМА на практике, доподлинно пока неизвестно, поэтому вынуждены показать первый заднеприводный прототип КАМА-1, созданный питерским политехом и впоследствии отвергнутый. Реальная машина должна быть крупнее, с колёсной базой около двух с половиной метров и общей длиной без четверти четыре метра. Дизайн, по слухам, проектировала некая итальянская фирма. А вот переднеприводные шасси с моторами от 95 до 130 сил и запасом хода до 500 километров челнинцы делают своими силами. Первые функциональные прототипы обещают выкатить во второй половине следующего года. С похожей новостью выступила старинная и в прошлом легендарная итальянская марка Лянчия. Последние десятилетия она увидала, балансируя на грани закрытия с несколькими неубедительными попытками возрождения. Но концерн Сталантис решил Лянчию не ликвидировать и показал новую эмблему, которую, впрочем, вернее было бы назвать обновлённой. Все ключевые элементы — щит, копьё и круг в середине — остались на месте. Такую компоновку эмблемы Лянчия сохраняет с 1929 года, хотя сама компания ещё старше и продержалась уже почти 120 лет. Сейчас марка выпускает одну-единственную модель Ypsilon, причём продаёт только в Италии, но с 1924 года займётся электрическим транспортом и до конца десятилетия представит три новых модели. Для пущей убедительности нам показали ещё и очень странный концепт с не менее странным названием «Пу плюс Ра Зеро», в котором зашифрованы слова «чистый» и «радикальный». Видимо, они должны стать основой философии обновлённой Лянчии. Естественно, превращать в автомобиль эту скульптуру не будут, однако изящные формы арт-объекта дают надежду, что грядущие электрокары Лянчия будут довольно стильными.